Добрый день, уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дорогой друг, очень рад вас приветствовать и видеть. У нас с вами складывается очень хорошая традиция в конце года говорить по видеосвязи, подводить итоги работы и намечать планы дальнейшего развития российско-китайских отношений. Российско-китайского стратегического партнерства, обмениваться мнениями по наиболее острым международным вопросам. Но прежде всего, позвольте еще раз поздравить вас и всех китайских друзей с успешным проведением 20-го съезда Компартии, а вас лично еще и с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК. Под вашим руководством и при лидирующей роли КПК обеспечивается устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепляются ее позиции на мировой арене. От всей души желаю вам и всему дружественному Китаю новых успехов. В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора. Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться. Как мы с вами уже отмечали ранее, эти связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в 21 веке. В течение года мы поддерживали с вами регулярный диалог, обстоятельно беседовали в Олимпийском Пекине, на полях саммита ШОС, в Самарканде, неоднократно говорили по телефону. Активно идут контакты и на других уровнях. Только за последний месяц прошли два крупных мероприятия. 27-я регулярная встреча глав правительств и визит в Пекин представителя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева, ставший первым контактом лидеров правящих партий двух стран после съезда КПК. Он доложил мне и о тёплом приёме, который ему был оказан, и о состоявшейся у вас с ним содержательной беседе, разговоре. В наступающем году интенсивные двухсторонние обмены продолжатся. Не сомневаюсь, что и мы найдём с вами возможность встретиться лично. Ждём вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждём вас весной следующего года с государственным визитом в Москву. Это продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи. Россия по ключевым вопросам станет главным политическим событием года в двухсторонних отношениях. Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, нелегитимные ограничения и прямой шантаж со стороны некоторых стран Запада, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. По итогам года он увеличится примерно на 25%. При такой динамике, установленную нами к 2024 году целевую планку в 200 миллиардов долларов, мы сможем достигнуть досрочно. На беспрецедентные объёмы вышли поставки энергоносителей, ведётся совместная работа над созданием мощности в сфере добычи и переработки углеводородов. По итогам этого года Россия стала одним из лидеров по экспорту в Китай нефти. Уже сегодня мы на втором месте по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвёртом по объёму ввозимого СПГ. По восточному маршруту к 1 декабря направлено 13,8 миллиарда кубических метров. Причём в декабре превышение суточных контрактных обязательств достигло 18%. В следующем году ещё больше нарастим объёмы прокачки. Отмечаем значительный рост в торговле продукцией агропромышленного комплекса. В январе-ноябре товарооборот увеличился на 36%, достигнув 6 миллиардов долларов. Реализованы знаковые проекты в сфере транспортной инфраструктуры. Впервые за всю историю наших отношений на пограничной реке Амур появились постоянные мосты. 10 июня открыт автомобильный мост Благовещенц Хайхэ, а 16 ноября – железнодорожный мост Нижнеленинская Туньцзян. Восстанавливается гуманитарный обмен. На днях в Чанчуне завершились третьи российско-китайские зимние молодёжные игры. Это одно из центральных событий в рамках проходящих тематических годов сотрудничества в области физической культуры и спорта России и Китая. Игры были организованы на самом высоком уровне и ещё раз подтвердили – спорт – это всеобщее достояние, а международные состязания должны примерять людей, дарить им радость и чувство единения, а не использоваться в семиминутных политических целях. И, конечно, особое место во всём комплексе российско-китайского сотрудничества наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Нацелены укреплять взаимодействие между вооружёнными силами России и Китая. Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, группы 20, служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давления и провокации со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу. Уважаемый господин председатель, хотел бы поздравить вас и всех наших китайских друзей с наступающим новым 2023 годом и приближающимся новым годом по китайскому календарю, праздником весны. Позвольте пожелать вам счастья, здоровья, а дружественному китайскому народу мира и процветания. Благодарю вас.